Верховный суд отменил обвинительный приговор в отношении директора парка Львов Тайган Олега Зубкова, отправив уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, на пересмотр. 26 сентября 2021 года 22-летняя мать поднесла малыша к клетке с хищными животными через защитное ограждение. В результате нападения одного из хищников, годовалый ребенок пострадал, медикам пришлось ампутировать ему палец руки. Было возбуждено уголовное дело. Директор парка Зубков заявлял, что инцидент мог произойти только в том случае, если взрослые, с которыми находился пострадавший малыш, нарушили требования безопасности. Суд установил, что вольеры были оборудованы с нарушением требований безопасности. Мать мальчика рассказала, что владелец крымского парка даже не извинился после случившегося. За все время следствия от Олега Зубкова не было никаких попыток помочь семье. Он только заявил, что жалеет, что из-за таких родителей страдают дети. 28 июля текущего года суд признал Олега Зубкова виновным в совершении преступления и приговорил к двум годам и трем месяцам колонии общего режима. Также владельца парка Тайган обязали выплатить 255 тысяч рублей штрафа. Не согласившись с приговором, адвокаты Зубкова и его законный представитель подали апелляционные жалобы. По итогу апелляционного рассмотрения, Верховный суд Республики Крым определил приговор Белогорского районного суда Республики Крым отменить. Мы считаем, что в данной ситуации надо судить мать, которая собственноручно поднесла ребенка к клетке.